С Приморством края на круглом столе обсудили итоги реализации национальных проектов, утвержденных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Во время своего выступления первый вице-губернатор отметила, что национальные проекты направлены на то, чтобы обеспечить прорывное научно-технологическое и социально-экономическое развитие страны и их самая главная задача – повысить уровень жизни граждан. «Наш край, конечно же, это локатив изменений, которые происходят на Дальнем Востоке. Мы столица Дальневосточного федерального округа, мы же – это ворота Азиатско-Атикианского региона. У нас много что происходит, и это невозможно не заметить, что происходит в Приморском крае. Наша экономика растет гораздо выше, чем в других субъектах Российской Федерации. И в целом, если сравнивать среднероссийские статистические данные, то наши показатели нас радуют, поскольку инвестор к нам идет». Вера Щербина отметила, что экономика значительно выросла в Приморском крае за последние 20 лет. «Экономика, конечно же, удвоилась, а где-то утроилась даже по каким-то направлениям. Налоговые доходы также кратно растут и поступают в бюджеты всех уровней. Особенно последние годы, когда был принят целый пакет нормативно-правовых актов, федеральных законов о льготных налоговых режимах, которые действуют у нас здесь. Это и свободный порт Владивосток, это и территории экономического развития. Конечно же, все эти преференции льготные, они как раз привлекли к нам, сюда, в Приморский край. Очень много инвесторов. И сейчас активно развивается у нас не только промышленность, флагман промышленности, у нас завод «Звезда». Вы все знаете, это большой камень, который только развивается, он еще о себе заявит. Вместе с этим развитием промышленности идет и развитие городов. Идет развитие городов, мы разработали мастер-планы». Председатель правительства Приморья подчеркнул, что развитие бизнеса невозможно без развития социальной сферы. «Хочу напомнить, что в прошлом году мы воплощали в жизнь 45 региональных проектов. И напоминаю, что все эти проекты, они созвучны 12 национальным проектам, которые провозглашены как раз президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Мы только на эти цели, вот узконаправленные цели, потратили в прошлом году около 30 миллиардов рублей. И хочу сказать, что эти суммы каждый год растут. И если брать точку отсчета, если сравнить, вернее, с предыдущим годом, то это на 8 миллиардов было меньше в 2022 году. И кассовое исполнение всех этих средств составило 95 процентов. Выполнено более 98 процентов всех показателей, а их всего более 300». Значительные достижения есть и в сфере строительства. Введено 258 объектов. Это в том числе капремонты медучреждений, школ, создание объектов благоустройства, ремонты дорог. Вера Щербина подчеркнула, что нацпроекты в Приморье реализуются сегодня практически во всех важных сферах жизни. И губернатор Олег Кожемяка уделяет большое внимание качеству их исполнения. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.